на библейский портал экзегет поступил вопрос можно ли молиться только богу а к святым и богородица не обращаться кто мешает кто мешает молиться богу кто мешает утром проснуться и прочитать утренние правила или полуночиц или вечером кто мешает взять молитвы слов и обратиться к богу кто мешает или кто мешает прийти человеку в храм непосредственно к богу и покаяться в своих грехах Кто мешает человеку прийти на литургию и причаститься к святых христовых тайн, непосредственно с Богом соединясь с его причистым телом, с его причистой кровью? Кто мешает? Богородица мешает? Святые мешают? Кто мешает? Нет. Нет, я думаю, что любой человек в своей жизни неоднократно искал себе помощников. Надо что-то тяжёлое взять, помоги мне, и вот мы хватаем какую-нибудь железяку и тащим эту железяку вдвоём, надо картошку скопать, тядушки, пойдёмте вместе картошку, вы всегда вместе веселее, надо что-то там приготовить или что-то там организовать, какой-то строительный процесс, мы всегда ищем каких-то специалистов, каких-то помощников. Поэтому в том, что человек носит имя какого-то святого, Александра Невского, и в своих молитвах обращается к нему и просит его помощи в разрешении какой-то ситуации, что здесь плохого? Ну, не хочешь к Александру Невскому обращаться? Пожалуйста, греха нет, обращайся напрямую к Богу, и Бог тоже поможет разрешить твою ситуацию, но нет какого-то такого антагонистического настроя, вот я буду к Богу обращаться, а всех остальных буду игнорировать. Ну, как можно игнорировать своих собственных родственников? Я вот буду общаться только с папой, а вот маму буду игнорировать и на братьев чихать, пускай мне только папа и помогает. Ну, пожалуйста, ты себя обделишь просто человеческим общением. То, что происходит в семье, то происходит и в церкви. Если хочешь жить в этой огромной семье, пожалуйста, ты можешь обращаться к Богу, пожалуйста. Никто не мешай, никто не препятствует, но то, что вокруг тебя живут ангелы, то, что мир духовный имеет в своём бытии ещё и святых угодников, и Богородица нам регулярно помогает, это тоже отнять невозможно. Если вам ещё ни разу Богородица не помогла или вы этого не увидели, ну, подождите немножечко. Случится ситуация, когда придётся обратиться. Если вы будете видеть реальную помощь от этого… Вспомнил недавно фронтовую… Батюшка рассказывал, батюшка рассказывал, пришла женщина к священнику и говорит, батюшка, ну, что делать, ну, что делать, месяц ушёл мальчишка на СВО, нет никаких сведений, живой, неживой. Батюшка говорит, ну, что ты ко мне обращаешься, вот, Богородица, к ней обратись. Ну, и вот она подошла к Богородице и к ней слёзно обратилась. И в этот момент батюшка служит молебен, она молится, и в этот момент батюшка слышит, что звенит её телефон. Но обычно, если телефон в храме зазвенел, люди его выключают. А тот звенит, и звенит, и звенит, и звенит, и звенит, батюшка уже не выдержал, повернулся, подходит к ней напрямую и спрашивает, ну, ты что, не можешь телефон выключить? А она нам показывает, говорит, это сын звонит, и я боюсь поднять трубку, не знаю, живой или неживой. Батюшка после молебны берёт, перезванивает. Мальчишка говорит, дозвониться не могу до матери, хочу ей сказать, мама, иди вот к этой иконе Божьей матери, помолись за меня. Он говорит, я уже перед ней стою. Понимаете, вот когда такие ситуации происходят вокруг тебя постоянно и регулярно, никаких вопросов не возникает, к кому обращаться. Богу, конечно, но и Богородице, как любимой нашей матушке, но и святым, как друзьям нашим и соратникам. Почему бы вместе не разрешить какую-то проблему? Помоги Господи! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok